Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о тревел-косметичке, то есть о тех средствах, которые действительно стоит и целесообразно брать с собой в поездки. Я предпочитаю универсальные средства и легкие, которые немного весят. Я не беру с собой слишком много, беру только самое необходимое. Люблю легкие, компактные вещи, многофункциональные. Например, вот такое зеркальце, которое можно поставить вот так согнув на подставочку и воспользоваться им и в дороге, и взять с собой на пляж. Матирующие салфеточки, думаю, что в отпуске они могут пригодиться. Пропиточка у них такая специальная, да? Ну, в данном случае это от Mary Kay. Чтобы не быть перепудренным, не носить в жару лишний макияж, вполне достаточно Т-зону протереть вот такими салфетками матирующими. Они обязательно есть у меня с собой в косметичке летом. Давайте поговорим о косметике, которую я беру с собой. Я не люблю брать полноразмерные средства. У меня всегда есть вот такие вот миниатюрки. В данном случае это The Shock от Yves Saint Laurent. Прекрасная тушь с очень хорошей такой пушистой кисточкой, как я люблю. Она не жесткая, не царапается. Делает реснички густыми. Прекрасно их прокрашивает. Карандаши для глаз, губ и средства для бровей. Беру с собой средство многофункциональное. В данном случае это Vivienne Sabo. Фиксатор с цветом для бровей. Пускай я не крашу брови карандашами и какими-то другими средствами. Мне бывает достаточно вот такого геля, который одновременно фиксирует и чуть-чуть тонирует. Это очень удобно. Два карандашика для глаз. Один я беру абсолютно нейтрального коричневого цвета. Чуть-чуть металлизированный. Металлик от L'Etoile в номере 206 Choco Disco. Следующий карандашик. Это такой нюдовый светлый бежевый карандашик. 0,3 номер. От Vivienne Sabo. Он вот такой. Он очень натурального цвета. Абсолютно натуральный. Он не будет очень сильно выделяться на слизистый. Также его можно нанести под бровь. И третий карандашик, который я возьму с собой, это карандаш для губ. Golden Rose Slipner 512 номер. Это нюдовый розовый. Но он, однако, довольно яркий. И при желании, если я захочу сделать более яркий макияж, я могу заполнить им полностью все губы. И сверху уже положить вот такой прозрачный лип-глосс компании Rimmel All My Gloss. Абсолютно прозрачный блеск для губ. Если его положить вот так на карандашик, получится очень красивая блестящая помада. Так, ну и, естественно, возьму с собой точилочку, которая закрывается. И поскольку моя дочка рисует, точилка пригодится всем. Точилочка от Essence. Также буду использовать очень компактные средства. Make Up For Ever HD Ultra. У меня вот такой вот тон для загорелой уже кожи. Румяна буду использовать Sephora. Вот такие вот в тубе. Очень удобные. Такой вот персиковый оттенок. Кажется, вначале, что он оранжевый. Но когда он расходится, получается такой тонкий-тонкий персиковый оттенок. Что, в общем-то, под загар как раз и очень хорошо подходит. Она не выливается, не разбивается. Прекрасный такой вот травл-вариант. Обычно я делаю нюдовый макияж в отпуске. Поэтому беру с собой такие вот нюдовые палетки. Однако, это палеточка Catrice Blossom. The Nude называется. Здесь есть и скульптор, и хайлайтер. И, в принципе, такие довольно неплохого качества. Темный очень скульптор. Им же можно воспользоваться. И как в качестве подводки сухой. Вектор нюдовых цветов. И матовые, и с сатиновым финишем. Вот такие в складочку века делать такой вот оттеночек. Вожу с собой вот такого плана палеточки всегда. И никакие рассыпушки, отдельные какие-то пигменты, которыми, как правило, те, кто их берут, никогда не пользуются. Я с собой не вожу лишнее. Летом не хочется возить с собой, во-первых, много косметики. Ну, а, во-вторых, хочется, естественно, какие-то компактные средства иметь. Если я все-таки соберусь сделать макияж, то, конечно же, я воспользуюсь нюдовым кушанным от L'Oreal. Который, кстати, не течет в дороге. Проверено уже. Он хорошо себя ведет и не подтекает оттуда средство. Легко наносится. И довольно тонкое, очень незаметное покрытие. Что, в общем-то, летом и нужно. И когда я чуть-чуть подзагарю, то я буду уже использовать вот эту пудру от Givenchy. И это моя любимая пудра, которая очень удобна. Здесь есть кисточка. И, соответственно, она такой вот легкий, имеет легкий оттенок уже загара. Здесь несколько клеточек, но я смешиваю все. И использую как в качестве матирующей пудры. Если кожа пока еще не загорела, то ее также можно использовать как и легкий такой бронзатор. Ну и, как вы видите, компактное место много не занимает. Это весь комплекс очищения, увлажнения и питания кожи во время отпуска. Я переливаю вот в такие маленькие флакончики из-под гиалуроновой кислоты свое гидрофильное масло. Беру с собой совсем немножечко для того, чтобы снимать макияж в том случае, если он будет. Ну, а поскольку я знаю, что я не часто буду использовать такой макияж на все лицо, то беру немного. Это очень удобно. Вставляются они вот в такой тубус из поролона. Поэтому ничего с ними в дороге не происходит. Косметику с глаз буду снимать двухфазным средством от Клиник. В миниатюре очень удобное средство. Результаты тестирования этого средства вы можете увидеть в моем ролике. О тестировании средств для снятия макияжа с глаз и губ. Она очень хорошо себя показала. Далее умываться буду пенкой от Мизон. Вот она еще новенькая. Мне ее прислали. Сайхер. С улиткой. Это улиточная пенка. Беру с собой маленькую. Есть у меня и большие. Снейл Эль Пэрин Фоум Клинсер Мизон. Очень удобно. Хорошо пенится. Крем, который я буду брать с собой для того, чтобы увлажнять зону вокруг глаз. И также он подойдет для зоны шеи и декольте. Free W Клиник. Это японская компания. Очень хорошая. Это коллагеновый крем для глаз. Коллаген Eye Cream. Коллаген Eye Cream. Он охлаждающий. Видите, такие снежиночки. Здесь целых 40 мл. Я ему уже довольно давно. И он не кончается, и не кончается, и не кончается. Так что очень вам советую. Он моментально впитывается. Замечательный крем для зоны вокруг глаз. Особенно. Крем увлажняющий от компании Мизон. Water Volume Aqua Gel Cream. Будет увлажнять и питать мою кожу одновременно в течение всего отпуска. В виде геля он подходит для всех типов кожи. Замечательный крем с легким ароматом, который очень быстро улетучивается и не перегружает кожу. Буду брать с собой тоник. Это успокаивающий тоник от Green Mama. Это уже не первая моя бутылочка. Морской сад называется. С водорослями. Очень хорошая вещь. Но такую огромную бутылку естественной я брать с собой не буду. Буду переливать какое-то количество тоника вот в эту бутылочку. Летние косметички. Эти средства занимают немаловажное место. И это алоэ вера экстракт. Японская компания. Inyol. Это стопроцентный гель алоэ вера. Который при разбрызгивании превращается в такой тоник. Кстати, он же прекрасно закрепляет макияж. Снимает хорошо очень воспаление. Особенно после загара. Хромин. Это болгарский крем от пигментных пятен. Он прекрасно используется летом. У него даже есть легкий ОФ-фактор. То есть он еще немножечко защищает от солнца. Но, естественно, я не рассчитываю только на него. И использую всегда дополнительно факторы защиты, о которых мы поговорим чуть позже. Наношу его локально на пигментные пятна. Как видите, да, он у меня уже использован практически. Также прекрасно снимающий раздражение лосьон. Такой травяной Skin Lotion. И такие вот тревел-варианты очень недорого. В пробничках можно на iHerb. Это Terranim Natural Skin Lotion. Здесь очень много травок. В том числе здесь мятные травки. И они очень хорошо успокаивают, снимают воспаление с кожей. И прекрасно питают ее. Конечно, я всегда беру с собой вот такой вот гиалуроновый гель. Это аптечный вариант. Польская косметика. Спасательный круг. Называется гель 3%. То есть это небольшой процент, который действительно будет сильно увлажнять. Все, что до 3%. Это увлажняющие кислоты. И все, что после 3%. Это уже кислоты, которые отшелушивают. И теперь вещи, которые я всегда ношу с собой. Вне зависимости от того, куда я направляюсь. В городе или на пляже. В отпуске я постоянно ношу с собой вот такую вот японскую помадочку. Deep Moist. Это помадка, которая содержит в себе огромное количество ментола. Различных травок. Очень сильно увлажняющая и питательная. И у нее такой аромат немножко звездочки китайской. То есть, чтобы просто вы знали, для тех, кто не любит ароматы, она вам не подойдет. Мне она очень нравится. Очень сильно холодит губки. Это приятно во время жары. Конечно, мой любимый Hada Labo. Малюсенький размер. Гиалуроновый такой гель. Лосьончик, который я наношу локально на зоны, которые требуют дополнительного увлажнения. Какие-то заломчики, мимические морщинки где-то, где может образоваться. Красно увлажняет кожу. Как бы выталкиваем морщинки. Замечательная мини-версия. Пользовалась уже несколько раз. Посмотрите, какой маленький у него расход. Всегда обязательно ношу с собой средство для глаз. В любом случае, это средство черный жемчуг. Почему ношу с собой такие вещи? Потому что у них вот такие вот аппликаторы, которые всегда чуть-чуть прохладные. Увлажняющие кремчики. Которые помогают сохранять увлажненную зону вокруг глаз. И также вы можете нанести его на губы, как бы в качестве увлажнителя. И вот такие спреи я делаю сама. Это спрей с гиалуроновой кислотой, который я могу везде носить с собой. Я делаю эти спреи. Посмотрите, пожалуйста, мое видео. Оставлю ссылочку под восклицательным знаком наверху. Так, ну и возьму, наверное, вот такие вот три с собой кисточки. Ну, для растушевочки. Одну для нанесения либо консилера, либо теней. И одну для румян, либо для пудры. Ну, поскольку хайлайтеры и румяны я с собой сухие брать не буду. На влажной коже они плохо лежат. Поэтому эта кисточка пойдет у меня для пудры. И упаковываю всегда вот в такие вот мешочки, которые можно помыть. И чтобы кисточки были всегда чистые. Ну, и обязательно беру с собой, естественно, свои средства для душа. Кисточки, шампунь, кондиционеры в мини-формате. Хотя, конечно, в каждом отеле есть какие-то средства гигиены. Но, тем не менее, если вы уже привыкли и всегда возите свои, то, конечно, лучше их возить вот в таком мини-формате. Добавлю с собой небольшой гель для душа с любимым ароматом, любимых духов. В данном случае это Трезор от Lancome. И такой же лосьон для тела от Lancome Трезор с тем же самым ароматом. Очень тонкий, приятный аромат моих любимых духов. Однако он не перегружает своим ароматом. И его можно использовать как утром, так и вечером. В качестве влажняющего крема одновременно, как духи. Летом духами пользуюсь по минимуму, особенно в отпуске. Поэтому вожу с собой вот такие вот парфюмированные гели. Парфюмированные кремы. Самый удобный тревел-вариант. Обязательно везде вожу с собой вот такой вот воск для ногтей. Что в нем содержится? В нем содержится масло, и это воск пчелиный. Наносится он вот таким вот образом, прямо на ногти, втирается. И это спасает мои ногти, которые вот сейчас очень сильно пострадали после долгого нанесения шелака. Очень долго слоились и болели. И вот теперь я вынуждена ничего не наносить на ногти. И лечу их вот такими вот средствами. Очень маленькая такая тубочка. Такие средства можно купить в подружке. И в белорусской косметике тоже такие средства есть. И в отечественной косметике. Это бытовые моменты. Они тоже прекрасно защищают ногти. Конечно же, я не забуду взять с собой в косметичку свои капельки. Они с дозатором. Это очень удобно. Это такая вот гиалуроновая кислота с водичкой. Дозатором, который капает каждый раз только по одной капельке, наиболее удобно. Это артелак у меня. Во все поездки беру вот такие вот средства, содержащие кислоты. Когда есть необходимость, мы можем всеми воспользоваться. Вместо мазей с антибиотиками можно вначале попробовать полечить акне или какие-то высыпания. Если вдруг такие возникнут, может быть, даже аллергического плана, просто стереть их с кожи вот таким вот кремчиком. Это Perfecto No Problem называется. Здесь силициловая кислота, гликолевая и миндальная кислота. Такие три кислоты. Они довольно сильные. Но, однако, он не вызывает сразу прям такого какого-то жжения. Его не нужно смывать. И тонким слоем на проблемку наносите. И довольно быстро все проходит. Ну и сейчас, думаю, самое время поговорить о средствах, которые защищают нашу кожу. Для тела буду использовать Garnier, Brassale 50+, довольно сильный фактор защиты. Солнцезащитное молочко для лица и тела. Ну, в основном использую на тело. На лицо использую SPF 60+, потому что на лице чаще всего у меня появляются веснушечки. Поэтому не хотелось бы получить их снова. Естественно, пантенол. Беру с собой вот такой вот спрей. Показывала вам его в аптечке правильно. Посмотрите, пожалуйста, для тех, кто собирается в отпуск и хочет оптимально собрать аптечку правильную, для того, чтобы она действительно на вас работала. Посмотрите, пожалуйста, мое видео показывало это средство от ожогов и прекрасно снимает воспаление. Даже просто, если вы загорели, чувствуете какой-то дискомфорт легкий, какое-то легкое покраснение, даже, может быть, слегка розовой кожи, вы очень быстро успокоите этим спреем. Не вожу с собой какие-то очень большие щетки, зубные гаджеты. Вожу с собой вот такую вот маленькую щеточку. Неудобно. Такие у нас у всей семьи. И если, например, мы едем не очень надолго, то я не беру с собой зубную пасту, а беру вот такие вот таблеточки. Вы можете приобрести их в Лашес. Это такая таблетированная зубная паста с очень полезными травками. Можно выбрать по вкусу, по аромату. Ну и, естественно, то, что я никогда не забываю взять, это такое средство-фиксатор Pantene Provi. Дополнительный объем для волос. И это убирает мои кудряшки, которые летают в разные стороны. Он фиксирует за счет крахмалистых соединений, которые здесь есть. И это несмываемый уход. То есть он не действует как лак. Он хорошо закрепляет, но при этом его можно не смывать. Абсолютно безопасен. Ну и, естественно, всегда вожу с собой влажные салфеточки. Как вы знаете, везде пригождаются. Это замечательно. Обязательно заботимся о ногах во время отпуска. Никогда не упускаем этот момент, поскольку совсем не хочется оказаться в ситуации, когда ты новыми босоножками, ну или просто босоножками, которые давно не носил, натер ногу, песочек попал, влажная ножка, ну и, в общем, хромаешь весь отпуск. Это очень неприятно. Обязательно беру с собой вот такие вот налепочки на заднюю часть туфельки. То есть вот туда, на то место, которое обычно натирает. Беру вот с собой такие же налепочки на ступню. То есть это уже на часть ножки, которая находится вот здесь. На тот случай, если, например, часто ножка вот так вот елозит, потому что она влажная, бывает, что вот здесь натоптыш образуется. Поэтому вот такие на всякий случай с собой беру. В пачечке две штучки. Ну и очень удобная вещь. И ножка не скользит и не натирается. Если все-таки натерли ноги уже, то используем вот такой компит. Ну, обычное место, да, чаще всего натирается вот здесь. Обычно вот такой вот, в такого вкладыша бывает достаточно, чтобы не натирать ступню. Ну, а пяточки, да, действительно довольно часто натираются. И пластыри, которые налепляются, соответственно, на то место, которое вы натерли. Ну, также можно и на пальчик налепить. И они имеют такую вот консистенцию геля. Они совершенно незаметны на ножке и довольно долго держатся даже в воде. Поэтому вещи очень удобные. Они, конечно, не дешевые, но оптимальны для отпуска. Считаю это средством аптечно-косметическим. Это мазь прополисная от компании Апит. Она вот прям такая. Вот настоящий прополис, воск и очень много разных масел. Довольно она быстро впитывается. Она такая жирненькая, но довольно быстро впитывается. Что она делает? Она залечивает ранки. Очень хорошо увлажняет ножки. Нам нужно ее использовать до 11-го и 17-го. Так что мы как раз ее используем. Апитокс. Фирма. Производство ООО фирмы Апитокс. Это город Краснодар. То есть, если вы будете на нашем юге, все вот эти вот мази обязательно увидите, приобретите себе. Очень советую. Прекрасно помогает от натоптышей и от пересушенности. Пересушенности ног и рук. Последнее на сегодня, чем хотела бы с вами поделиться. Вот в таком чехольчике. Беру всегда с собой наушники. Также сюда можно положить еще что-то. Там таблеточки. Или какие-то, какую-то мелочь. Необходимо. Держу вот в таких маленьких чехольчиках. Ну, оттуда ничего просто не высыпается. И удобно возить с собой. Ну, и также приобрела вот такой вот замечательный гаджет. Это такая вот подзарядочка. Да. Сейчас их много очень продается. Такой аккумулятор переносной. Он включается как вот таким вот способом. Да. Как через мини-USB. Также у него есть вход и вот большой. То есть вы можете его подключить как к сети, так и к компьютеру. И у него есть, соответственно, такая вот маленькая розеточка. Он заряжается. Когда он заряжается, здесь горит кнопочка. Полутора часов достаточно для того, чтобы его подзарядить. И потом сутки целые или даже двое он держит этот подзаряд в себе. И всегда вы можете подключить свой разряжающийся телефончик к нему. И таким образом вы всегда останетесь на связи. И ваши близкие не будут за вас волноваться в период отпуска. Итак, на сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Обязательно поделитесь этим видео, если вы считаете, что оно было полезным. Со своими друзьями нажав кнопочку поделиться. Подписывайтесь на новое видео. Будет много интересного. Удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok